Дорога в УЗ Дорога в УЗ Сегодня КФУ посетили представителей Северо-Кавказского федерального университета. После знакомства с историей Казанского университета и экскурсии по главному зданию, гости и их казанские коллеги собрались за круглым столом, чтобы обсудить организацию профориентационной работы и работы с одаренными детьми в Казанском федеральном университете и Северо-Кавказском федеральном университете. Полагаем, что университеты должны влиять на политику образования в тех территориях, где они находятся, заниматься ранним выявлением одаренных учащихся, создавать, наверное, для них определенные структурные подразделения для обучения, обобщать опыт работы, распространять его в массовые школы, в сельские школы. Гостям продемонстрировали, какие программы поддержки одаренных детей самых разных возрастов реализуются Казанским федеральным университетом. Лучшим примером стали учащиеся лицея имени Лобачевского и IT-лицея. У них сейчас уже научная работа с нашими профессорами. Они уже вхожат в наши лаборатории, они уже строят свою карьеру, свой научный путь. И они уже связывают свою судьбу с университетом, при этом знают, что мы дадим им при отличных успехах, безусловно, повышенную стипендию, что у них будет индивидуальное кураторство ученых. В ходе трехдневного визита делегации из Северокавказского федерального университета планируют посетить все структурные подразделения КАФУ, где они смогут обменяться опытом по указанным вопросам. Лилия Равилова, Руслан Урманов, Универньюз. Совсем скоро в школах прозвенит последний звонок. Перейдя у выпускников экзамены и самый сложный выбор – куда поступать. Уже сейчас абитуриенты просматривают сайты вузов, и всех волнует один и тот же вопрос – что дальше? Кем я смогу работать после окончания вуза? Чтобы помочь ребятам в этом нелегком выборе, на ТНВ провели ток-шоу с участием ректора Казанского федерального университета. В ходе программы Ильшат Гафуров ответил на все интересующие вопросы, касающиеся поступления в наш вуз. Как показал эфир, многие школьники мечтают поступить в Казанский федеральный, однако их пугают высокие баллы ЕГЭ. Мы принимали огромное количество на первый курс, примерно 10 тысяч человек было принято в прошлом году. Поскольку некоторые вузы принимают там по 50 человек, и, соответственно, уровень ЕГЭ может быть намного больше. Но среди федеральных университетов мы находимся практически на первом месте по уровню ЕГЭ. Кроме того, на шоу обсуждались возможности трудоустройства выпускников, как проходят студенческие годы и множество других вопросов, связанных с нашим вузом. Марта Луканина, Универньюз. Алина Хабибулина прямо сейчас расскажет тебе о том, что новенького произошло в вузах мира. Итак, в мире. Специалисты из Федеральной политехнической школы в Лозане создали робота-руку, хватающую предметы на лету. Чудо швейцарской техники обладает мгновенной реакцией. Он хватает на лету летящие предметы со сложными формами и траекториями. Меньше чем за одну пятисотую долю секунды. Эксперты собираются с его помощью очистить земную орбиту от мусора. В России. К концу 2014 года появится российская вакцина против ВИЧ. Об этом заявила глава Министерства здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в ходе четвертой конференции по вопросам ВИЧ-спит в Восточной Европе и Центральной Африке. В Татарстане. Студент третьего курса Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ Камиль Хисматулин попал в зал славы безопасности Google. Как считает сам герой, он не сделал ничего особенного. Просто нашел парочку уязвимостей в рамках программы Bug Bouncy от Google. И на этом у меня все. С индийскими фильмами из Болливуда, пожалуй, знакомы все. А вот о самой стране мы знаем не так-то много. Профессор Московского государственного университета Борис Захарин – уникальный специалист по Индии. Поведал студентам КФУ об этой загадочной стране. Подробности смотри далее. В Индии есть не только слоны и индийские фильмы. Индия – это большая индустриальная зона, в которой каждому путешественнику найдется что-то по душе. Именно с этих слов начал знакомить казанских студентов с Индией Борис Захарин – профессор Московского государственного университета. Профессор Захарин – уникальный для России специалист по Индии, владеющий несколькими иностранными языками, в том числе санскритом, древним индийским языком. Лекция специалиста затронула каждый уголок таинственной страны и помогла студентам найти ответы на интересующие их вопросы. В Индии, уже в среде человеческого населения, всегда совмещилось с той и другой. И коллективизм, необыкновенная и индивидуальная приличность. Визит московского гостя сверн с планами руководства КФУ о создании кафедры индийской филологии в Институте Востоковедения и международных отношений. Пока создание кафедры находится на стадии разработки. Ну а студентов уже начинают знакомить со страной ослепительной красоты и экзотического очарования. Кристина Чумагина, Руслан Урманов, Юнивер Ньюс. Как стать звездой телеэкрана? Проще всего принять участие в каком-нибудь реалити-шоу. Наши коллеги из Автограда решили попробовать. Что из этого вышло? Смотри прямо сейчас. Телеканал «Пятница». Ксения Собчак. Программа «Сделка». Не так давно в эфир вышла программа, в которую люди из глубинки задают вопрос жителям столицы. Суть игры в том, что участник ставит на кону свои покупки и пытается ответить на вопросы. Если ответил правильно, получаешь полную стоимость ставки. Если нет, то покупка уходит автору вопроса. Мы ищем покупателей с покупками и с желанием сыграть с нами в азартную игру. 19 мая съемки программы «Сделка» будут в Казани. А сейчас мы открываем вам завесу тайны. Все участники «Сделки» проходят кастинг у режиссеров программы. Именно в этом мероприятии я и приняла участие. Мы смогли убедить москвичей, наших московских коллег, в том, что в Челнах живут самые активные люди. И что у нас самые все веселые, позитивные и любящие пятницу. Поэтому здесь необходимо обязательно провести региональный кастинг, чтобы люди непосредственно после наших отборок сразу же попали на игру. Теперь настала очередь «Автограда». Телерадиокомпания «Челны ТВ» проводит кастинг для жителей нашего города. Посмотрим, справа ли я. Здравствуйте, меня зовут Алена Золова. Для участия в кастинге нужно было просто прийти в телерадиокомпанию «Челны ТВ». Заполнить анкету и принять участие в съемках. Ничего сложного, но далеко не каждый может справиться с напряжением перед камерой. Помимо того, что тебя снимают, ты должен еще и отвечать на вопросы. Мы задумались о том, какие все-таки должны быть критерии оценки, потому что нравится или не нравится – это не объективный уровень инрудиции. Это насколько человек грамотно, правильно, красиво говорит. То есть отчетливая речь, приятная внешность, органичности, умение держаться перед камерой. Все вопросы из школьной программы. Мне, кстати, стоило бы подтянуть свои знания и снова сдать ЕГЭ. Через неделю после кастинга позвонили и пригласили для участия в съемках программы. Было приятно узнать, что прошла, но теперь ты стоять на копе две тысячи на покупке и готовить к поездке. Болейте за меня! Елабужский институт Казанского федерального университета всерьез занялся подготовкой к 70-летию со дня победы. Работа кипит по всем фронтам. Смотри репортаж о том, как это происходит. Студенты Елабужского института КФУ уже начали подготовку к 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Свои проекты они презентовали непосредственным свидетелям тех страшных лет. Мне бы очень хотелось, чтобы вы все, наши уважаемые гости, включились в разговор, посоветовали, как лучше нам провести этот великий год подготовки к 70-летию годовщины победы. Так факультет татарской и сопоставительной филологии разработал проект ХТР «Память». В его рамках студенты будут собирать информацию о неизвестных героях фронта, воспоминания героев тыла, женщин и детей. Кроме того, ребята планируют устроить выставки, в организации которых могут оказать помощь и ветераны. В течение этого года планируют создать видеофильм о деятельности Елабужского института в годы войны, а будущие историки уже начали работу по сбору воспоминаний ветерана Великой Отечественной. Студенты биологического факультета ни словом, а делом взялись за работу. Они помогают ветеранам прибираться в доме. Впрочем, усиленно готовиться к 70-й годовщине победы начали и студенты факультета русской филологии и журналистики. Институтская газета «Унивести» уже печатается со специальным вкладышем о Великой Отечественной войне. Следует отметить, что проекты будут реализовываться в течение всего года и уже ведется активная работа по воплощению идей студентов в жизнь. Людмила Губянова, Айдар Салихов, служба новостей Елабужского института КФУ, специально для Универ-ТВ. На этом я прощаюсь. Заходи на наш сайт универсмотри.ру, следи за обновлениями и новостями в группе ВКонтакте, подписывайся на нас в Твиттере. И не забывай смотреть Универ-Ньюс каждый день, чтобы оставаться в курсе всех самых интересных и актуальных событий вуза. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!